Когнитивные искажения – это ошибки, которые наш ленивый мозг совершает раз за разом. Часто для принятия решения ему не хватает информации, и для заполнения белых пятен мозг анализирует контекст. Контекст – сопутствующие и связанные друг с другом события. Благодаря ему мы можем видеть события не сами по себе, а сравнивая с другими. И это полезное свойство, если бы мозг не был настолько ленив. Представьте, что вчера вы купили новый телефон, и сравнивая его со старым телефоном, вы радовались новой покупке. Но сегодня в соцсетях появилась реклама новой модели, она чуть дороже и чуть лучше. В таком контексте ваша покупка не выглядит настолько удачной. А завтра вы расстроитесь еще сильнее, ведь друг расскажет о том, что все вокруг хвастаются не крутыми телефонами, а фитнес-браслетами. Вы попали в ловушку необъективной оценки. Иногда ваш мозг сам находит неправильный контекст. Но бывает так, что когнитивное искажение создается специально. Если снять видеоролик об итогах года и наполнить его кадрами солнечных дней, жители города в яркой одежде, улыбающимися лицами, то большинство зрителей воспримет год как удачный. Их мозг в первую очередь проанализирует впечатления. И только некоторые смогут заставить себя переключиться на цифры и реальные данные. Этот же прием используют режиссеры фильмов, ставя тревожную музыку фоном к спокойным кадрам. Зритель не знает, чему верить – картинке или звуку. Но в кино необъективная оценка всего лишь один из художественных приемов. Как же потребителю медиа отделить новость от контекста? Продолжение следует...